9 мая Виталий Петрович Осипов не смог попасть на свой приусадебный участок, виной всему бетонная опора, которую за карантин воздвиг застройщик Гранель. Этот конфликт интересов начался в тот момент, когда застройщик жилого комплекса «Государев дом» вплотную подобрался к участкам деревни Лопатина. Тяжелая строительная техника уничтожила подъезд к некоторым домам и участкам, а один из них оказался буквально замурован. За этот период я пообщался с руководителем объекта Козловым Денисом Андреевичем, который сказал мне, что он знает о существовании смежного участка. И тем самым подтвердил, что компания Гранель сознательно лишает меня конституционного права пользоваться своей собственностью. Представитель застройщика также приехал прокомментировать ситуацию. Был разговор у нас с собственником, и мы ему обещали, и так и сделаем подъезд к данному участку. Он будет осуществлен через бульвар Солнечный, через жилые дома, 43 пенсии от корпуса, которые уже сданы. Но это будет через месяца-полтора. Виталий Петрович – пенсионер, инвалид третьей группы. Говорит, выходя на пенсию, мечтал о тихой дачной жизни. Построить новый дом, привести в порядок участок, но теперь боится, что его мечтам не суждено сбыться. Застройщик предложил сделать подъездную дорогу на Славах с другой стороны. С другой стороны, там территория Гранель Девелопмент, там подъезд нереален. Там вообще большой уклон, там помойка сейчас в настоящее время. Сейчас у нас выписано техническое задание подрядной организации на вывоз грунта. Будет выполнена планировка территории, соответственно, уровень земли понизится. И выполним подъезд из железобетонных плит на хорошем основании, щебень, песок. В обещания застройщика Виталий Петрович не верит и требует восстановить дорогу к участку в первозданном виде. Сломать половину стены, вот угол сделать, чтобы у меня был въезд, и все, никаких вопросов. Виталий Осипов уже обратился за помощью к руководителю своего территориального отдела, муниципальным депутатам и в администрацию округа, а также написал заявление в прокуратуру. И останавливаться в отстаивании своих прав не собирается. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.